ГИБДД страны отчиталось о дорожном травматизме за первый квартал текущего года. Больше всего пострадавших в ДТП в Калмыкии. Абсолютный же рекордсмен по количеству автоаварий Москва. Орловская область в страшный список антирекордсменов не попала, но на дорогах нашего региона тоже не все гладко. Сегодня мы будем говорить о дорожной и транспортной безопасности. Это, казалось бы, избитая тема остроты своей не теряет, ведь ежегодно в авариях на дорогах страны погибают 30 тысяч человек. Представьте себе, это население 4-5 средних районов нашей области. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. В Орловской области год начался с роста ДТП. Количество погибших по сравнению с прошлым годом выросло на 80%, раненых на 30%, наезд на пешеходов на 45%. При этом летальных исходов стало вдвое больше. Самая распространенная причина автомобильных аварий в России – нарушение водителями правил дорожного движения. Почти 90% ДТП происходит именно по этой причине. Меры государства по борьбе с нетрезвыми водителями и вовсе не дают ощутимых результатов. Так говорят федеральные эксперты. Орловские инспекторы с ними соглашаются. Даже при ужесточении закона, сегодня на первый раз лишение с 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч, второй раз штраф 50 тысяч, и когда без права арест применяется, вместе с тем количество водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось. Мы уже выявили больше тысячи нарушений водителями, допущенных, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 28 происшествий допущены водителями, которые находились в состоянии опьянения при совершении ДТП. Это какая-то абсурдность. Вроде бы и штраф увеличили, санкции, но тем не менее пока нам не удается сбить эту волну. Лично я считаю их преступниками. Мне импонируют позиции главы Хакасии Виктора Зимина, который недавно предложил отбирать машины у пьяных водителей. В Белоруссии, кстати, так и делают, без оглядки на собственника. Вторая по популярности причина ДТП – лихачи. Их стало гораздо больше. Напомним, в сентябре прошлого года отменены штрафы за превышение скорости на 10 и 20 километров в час. Новое введение сослужило плохую службу, уверены полицейские. Но даже если предположить, что все мы, водители и пешеходы, вдруг станем дисциплинированными, количество ДТП вряд ли сократится в разы. Госавтоинспекторы проанализировали причины и условия сопутствующей аварии и снова пришли к выводу – состояние дорог – причина каждой второй аварии. Так называемый ямочный ремонт. Мы с вами видим, что он делается некачественно, некачественно. Буквально только ремонт дороги произведен, уже через месяц там все, та же яма же есть. Это тоже влияет на что? Это боковой интервал. Естественно, водитель объезжает ямкой, допускает столкновение, или навстречу выезжает, потому что у нас не ямки, а есть ямы по 50 сантиметров, более. Всего у нас работы будут проводиться на 33 улицах. На общую сумму 201 миллион с небольшим рублей. Планируем провести достаточно большой объем работ по ремонту и установлению дорожного покрытия. Сумма уже, как многим из вас известно, более 3 миллиардов рублей. По линии обслуживания и ремонта региональных дорог в этом году будет построено 147 километров уличного освещения в тех населенных пунктах, расположенных вдоль этих дорог, где была наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий. Мало того, до конца 2015 года программа освещения федеральных дорог в пределах населенных пунктов региона будет полностью завершена. Ровные освещенные магистрали – это, конечно, большой плюс, кто же поспорит. Но согласитесь, в плане безопасности этого недостаточно. Нужны современные светофоры, знаки, причем установленные где положено, а не как иногда бывает в Орле, где попало. И, конечно же, дорожная разметка. Это любимая тема водителей и пешеходов. Госавтоинспекторы согласны – критика заслуженная. Детишка маленькая. Мы им при беседах в школах, в садиках говорим, что надо переходить на зебры. А зебры на самом деле отсутствуют. Значит, что, какие меры принимали сотрудники госавтоинспекции? Направлено много представлений. Прилечены должны лица к административной ответственности. Также возбуждено дело на органы административного расследования, на органы местного самоуправления. Информация направлена также в прокуратуру. Прокурорская региона здесь довольно действенная. Они вносят представление в органы местного управления. Но пока сообщают, думаю, что в ближайшее время мы должны добиться именно того, чтобы была разметка и разделяющая потоки транспортных средств, и особенно пешеходов. По факту разметка еле-еле отхаживает сезон, особенно на центральных улицах. Тем не менее, ежегодно в нее вливают немалые деньги. И каждый раз обещают, теперь-то точно будет лучше. В этом году на полосы на асфальте Орел планирует потратить не 5, а уже 6 миллионов рублей. Вопрос только в том, будут ли эти средства израсходованы эффективно. Будем надеяться, что да. Тем более, что отвечать нерадивым подрядчикам за дорожное художество все же придется. Город сейчас занимается тем, чтобы по гарантии привлечь того подрядчика, который наносил разметку, и наказать его по всей строгости закона совместно с ГИБДД. Мы планируем нести на региональной дороге 2900 километров разметки. То есть вся опорная сеть будет у нас размечена. Она у нас должна простоять 6 месяцев, и она должна весь, скажем так, летний период у нас простоять. Региональные дороги, в общем-то, и в прошлом году серьезных нареканий не вызывали. Еще одна тема, которая напрямую связана с дорожной безопасностью – оснащение службы ГАИ. За последние 2-3 года уровень на порядок поднялся. Вот, например, открытый летом прошлого года центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Подобных ему в соседних регионах нет. Но случилось непредвиденное. Многочисленные припоры в фото-видео фиксации нарушений стоимостью почти 500 миллионов полную силу так и не заработали. За эти самые умные приборы отвечает Транссигнал. На недавней областной комиссии по безопасности дорожного движения именно к этой организации возникли вопросы у Александра Коршунова. После мы обратились за комментариями к другой стороне. Там заявили – у нас все в порядке. По состоянию на 2013-2014 год ежесуточная норма выставления приборов «Орел Транссигнал» составляла в среднем 19 передвижных комплексов, то есть 25% от возможного максимального количества. В областном бюджете было запланировано выделение и выделено 50 миллионов на приобретение приборов фотофиксации, которые на сегодняшний день практически приобретены. Начался монтаж. Однако хотелось бы отметить, наверное, так сказать, неудовлетворительную работу все-таки «Орел Транссигнала» по установке этих приборов. Вот уже по первому кварталу вынесено постановление на сумму 17 миллионов 800, ну 17 900, говоря. Это по первому кварталу. А потрачено было нами порядка 4 миллиона. С выводами торопиться не будем. Тем более, что для нас-то самое главное, чтобы все дорожное оснащение работало на нашу с вами безопасность. А сейчас о другом. Трудно не согласиться со следующим утверждением дорожных полицейских. Возможности самой техники ничто по сравнению с желанием водителя переоценить свое поведение на дороге или манеру езды. Надеюсь, что хоть кого-то отрезвят вот эти цифры. В минувшем году было зарегистрировано 1369 ДТП с пострадавшими. Погиб 141 человек. Главная цель новой федеральной программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах обозначена довольно четко. Сокращение смертности на 25%. На усиление безопасности потребуется 100 миллиардов рублей. Сегодняшняя тема, несомненно, требует продолжения, и мы непременно к ней вернемся еще. А пока предлагаю перейти к безопасности потребителей. Об этом мы говорили с Альбиной Сотниковой. Но сначала вспомним события минувшей недели. Депутаты областного совета получили награды от Госдумы и губернатора, а также поздравления с юбилеем от Дмитрия Медведева и Александра Беглова. Региональному парламенту 20 лет. За это время депутаты пяти созывов приняли 1600 законов. Убежден, что в дальнейшем, несмотря на наши споры, мы всегда будем приходить к общему знаменателю, друг друга понимать. И наша с вами основная задача, Кослов Леонид Семенович, делать все во благо жителей Орловской области. И это мы с вами обязательно будем делать. По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал Орловской области превысит 45 миллиардов рублей. Прогнозы на 2014 год прозвучали на заседании правительства. Вадим Потомский заявил о необходимости увеличивать количество индустриальных парков и намерение привлечь в область стратегических инвесторов. Мы прошли личные переговоры по строительству в Орловской области нефтеперерабатывающего производства с объемом инвестиций порядка 15 миллиардов долларов. Это крупнейший проект будет в Центральном федеральном округе. Вадим Потомский и члены правительства проинспектировали ход работы на полях в Малархангельском и Колпнянском районах. Хозяйством всех категорий Орловской области предстоит засеять свыше 630 тысяч гектаров. Увеличены пассивные площади зерновых и технических культур. Сегодня уже 70 с лишним процентов посеяно ранних зерновых. Потихоньку перейдем к кукурузе, перейдем к поздним культурам. В ближайшее время разберемся с гречихой, потому что у нас завод строится по переработке гречихи. И у нас есть договоренности, чтобы мы сырьевую составляющую под завод обеспечили. Вот каково одно из значений слова «потребитель» в словаре Ожегова. Это человек, который стремится жить, больше получая от других, чем отдавая им. Значение, конечно, переносное. Но в советской торговле потребителя иначе, как иждивенца, мы не считали. Мы, мол, для него все делаем, а он все недоволен, все ему мало. Примерно как красная тряпка на БК, слово это действовало на продавцов и тех, кто оказывал какие-либо услуги населению. Каково же положение дел на потребительском фронте сейчас, мы попытались разузнать у Альбины Сотниковой, председателя Орловского общества потребителей. За прошлый год, эта информация даже висит у вас на сайте, к вам обратилось более 7 тысяч человек. С какими бедами народ к вам больше идет? В большинстве своем, конечно, это идут жалобы на промышленные товары. Большинство жалоб. Но в чем особенность вообще нашей работы и консультации? У нас кратковременность консультации, то есть фактически разрешение конфликта идет на стадии телефонного звонка. Поэтому, когда идет вопрос о недостатках товара, он может разрешен на стадии возникновения конфликта, то есть по телефонному звонку, то есть когда идет консультация по телефону. Чем может потребителю, жителю города помочь обществу потребителей? Вот что конкретно вы можете сделать, советом или еще чем-то? Повышение правовой грамотности населения. Это самая главная и основная задача. Оказываем мы консультации устного характера и в то же время помогаем писать претензии. То есть вы помогаете советом, помогаете оформлением документов, претензиями. Исковыми заявлениями, представлением в суде. В суде тоже. Можем представлять интересы в суде. Жалобы на сферу ЖКХ приходят. За все годы наибольшее количество, возросло количество обращений по ЖКХ. Что именно? И по вопросам течь крыш. Ну то есть и бывает, что капитальный ремонт не вошел в дом, я имею в виду, а жалоба идет. Всегда ли удается доказать правоту той или иной стороны, кто чаще прав, может быть, кто чаще не прав? По вопросам ЖКХ в большинстве своем у потребителя это уже крик души. Отчаяние? Да. И причем обращение, когда идет именно по вопросу ЖКХ, то в основном это вопрос даже целого дома. За те годы, Альбина Викторовна, что вы занимаетесь этим делом? Ну давайте назовем это так, да? В какую сторону изменилось? В лучшую? Стороны стали понимать и потребители, может быть, более подкованные, и сами продавцы? Обе стороны стали более грамотные, и это радует. И радует, когда обращается предприниматель. То есть предприниматель может также к вам прийти за консультацией, если возникает не только спорный вопрос, а просто получить информацию, как быть в той или иной ситуации? Конечно. Ну вот, вы знаете, так как мы общественная организация, мы все же вовлекаем. Вы упомянули книгу жалоб. Это понятие актуально сейчас или это ушло? Никто этим не волнуется, не интересуется, это не нужно? Вы знаете, сто процентов она нужна. Она востребована. И она и обязан продавец, исполнитель услуг иметь на месте рабочим книгу жалоб и предложений. Причем она должна висеть в доступном месте или предоставляться по первому требованию потребителя. И не прибита гвоздями к стене, да? Ни в коем случае не спрятана там сказать, что у руководителя магазина или управляющего находится книга жалоб. И я не могу вам ее предоставить как исполнитель. Вот. Это прописано и в правилах торговли, это прописано и в бытовых услугах о том, что книга жалоб должна быть. Кто осуществляет контроль за этой книгой жалоб? Роспотребнадзор не может проверять? Может посмотреть. И в первую очередь мы смотрим, когда приходим. Когда появляется жалоба у потребителя, то мы приходим, первое, что спрашиваем, написано ли жалоба, это в книге жалоб. Там с обратной стороны, с обратной стороны, если мы с вами ее откроем, там есть как раз меры принятые администрацией. На эту жалобу? На эту жалобу. И если они не приняты, значит идет нарушение правил торговли все равно. Спасибо, Альбина Викторовна, за интересное интервью. Хотим пожелать вам удачи. И чтобы, ну, наверное, пускай обращений будет поменьше. Вы смотрели программу «Первое правительство». Все наши выпуски вы можете увидеть на сайте obladin.ru. С вами был Олег Рудаков. Увидимся через неделю на телеканале «Первый областной». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова